Ну что ж, здравствуйте всем. Здесь постоянно хожусь здесь, на Димитрово. Вон в том, вон подъезде, то есть на том балконе мы как раз жили когда-то давным-давно, в 90-х годах. Я сейчас расскажу все все фишки, все истории о нашей семье, которые вы не знали, которые творились именно здесь, на улице Димитрово. И вот первое, что бросается в глаза, вот этот самый желтый дом. Вот там раньше, если вы были здесь, наверняка видели, плакат висел радиостанции Самара Максимум. 104,3 FM, для тех, кому интересно. Вот тут никаких, конечно же, связных и прочих хрений не было. Была нормальная широкая улица. Ну и орбита, вот она разрослась, но просто до ну и просто до невидимых просто масштаба. А вот этого самого родмирия не было. А вон там вон мать туда ходила, туда дальше, там вон красные дома, и был нотариус. она оформляла документы именно на тот дом, то есть на ту квартиру, которую я вам сейчас и покажу. Естественно, так как квартира принадлежит другим, то мы туда не войдем, в эту самую квартиру. Но, тем не менее, прогуляемся по этому району. Тут вот никаких вот этих вот самых дорожек, асфальта, вот этой крыши не было, не было. А вот, тем не менее, вот тут я помню, была, ну, скорее, вон там, была гигантская сварка, ну то есть делали вот эту самую дорогу, а тогда это была дорога именно, а не парковка. И вот я каждый раз, когда мать меня брала из детского садика, я вот проходил вот здесь вот и каждый раз боялся, а, это было с этой стороны, да, это было с этой стороны как раз, и боялся, что огонь, который издает сварочный аппарат, достанет и меня. И поэтому я вот так вот обходил. Вот, еще помню, канализацию ремонтировали. это вообще было, ну, время дорогое. Идем дальше. Из соседних объектов больницы Калинина, родильный дом, но я думаю, что мы туда не пойдем. Честно, раньше думал, что именно там я и родился, но мать сказала, что нет. и сказала, что родился около этого самого, как же его, ну, где, короче, родильный дом около самого первого Макдональдса. Так, нам не сюда. Вот в орбите, кстати говоря, в орбите, сейчас все принадлежит принадлежит пятерочкам разным супермаркетам, а раньше это был просто магазин, а вот тут вот, вот тут вот, в самом помещении стоял игральный автомат, такой, деньгой засовываешь, и можно выиграть мишку, если захватить краном. Вот тут вот библиотека, мать меня сюда регулярно водила, чтобы я научился читать, можно даже пройтись, можно даже пройтись, и увидеть, что это действительно библиотека, да, даже 21-я, 21-я городская библиотека, и работает с 11-я до 19-я до 20-я очень удобно, кстати, говорить тем, кто посещает гимназию номер один, да, или два, он номер один, который находится здесь, если не так, это поправьте в комментариях, но по-моему, это точно я помню, что это гимназия, но вот номер один или номер два, тут я вот затрудняюсь сказать, ну и конечно же, мы углубляемся вглубь, углубляемся вглубь улицы, самой улицы Димитрова, ах, какие воспоминания, вот тут вот раньше, значит, граффити не помню, но вот тут раньше было, даже это сохранилось сейчас, помещение немножко, вот тут вот было раньше окно, было раньше окно, и продавали очень вкусный хлеб, и хлебом воняло на всю улицу, но сейчас такого нет, надписи давайте посчитаем все суки, не согласен, какой тут район, я думал, тут обычный губ район, оказывается, тут пишут братья близнецы небоскребы, ФСБ, ФБ, РМЦ, оказывается, оказывается, тут написать, нет, я не такого правда не встречал, обычно пишут, я тебя люблю, там, ты гандон, а тут, а тут пишут уравнения математические, это просто общаться с географией, блять, для кого, ну я знаю, для кого, для участников гимназии, для учеников гимназии, но все равно, блять, чтобы я это на заборе писал, это, конечно, да, вот этот раньше, раньше было, насколько я понимаю, вот вместо этой площадки раньше было колесо, такое, на которой встаешь и оно крутится, но сейчас это сделали горку и все, ну то есть как все, горка и все, раньше тут, ну сейчас понятно, что у меня что-то облейте здесь, но и зимой раньше здесь было довольно-таки много народа, а сейчас сами видите, редкие прохожие, да, центр жизни переместился в другие районы города, а мы, а я пошел не той тропой, а я пошел не той тропой, ничего, сейчас поверну налево, да, вот вы видите, чтобы никто не сравнивался, действительно улица Георгия Димитрова, дом 11, свалка, не помню, была ли раньше, или нет, по-моему, была, но вот этого дома точно не было, так, 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 а я помню, как я даже фотография сохранилась, как я гонял по этой улице на велосипеде, и было хорошо, но действительно, сами видите, дорога какая ровная, она еще так вниз идет, там это вот для прогулок, вот тут вот никакой будки охраны не было раньше, и я сейчас вам покажу подъезд, в котором Светлана Анатольевна жила раньше со своим хахарем, кстати говоря, интересные факты, вот тут вот, вот тут вот, Светлана Анатольевна у нас был, у нас было много ковров, по-моему, штуки 2-3, и Светлана Анатольевна есть, точнее, ее хахарь, Михаил Владимирович, вот об эти вот штуковины, а я их покрупнее возьму, ага, вот, а вы, да иди, что, вот эти вот штуковины, вешали ковры, а я потом был вынужден специальной, так называемой, мухобойкой, вот эти, из этих ковров пыли выберу, выберу, о, сорока, так, но я здесь не в мире животных, чтобы снимать, да, интересный факт, то, что вот тут вот раньше было открыто, и мы всей семьей срезали путь, и шли через орбиту, и вот тут вот выходили, когда, естественно, были открыты, но когда стояли эти грузовые машины, чтобы затариться, а наш, а наш подъезд был самым последним, был самым последним, вот он, шестой подъезд, тут нумерация квартир немножечко сменилась, раньше были не 71, не 85, а седьмой примерно по десятую квартиру, ну, а сейчас, видите, значит, вставляем нумерацию оттуда, получается, считать, и вот это вот домофона никакого не было, но вот тогда стоял специальный замок, чтобы туда вот ключ вставляешь, и идешь, но домофона не было, здесь точно, ну, а так как нумерация домов сменилась, нумерация квартир, прошу прощения, то я даже не могу позвонить сейчас, чтобы 7, то не будет, 7 будет 71, но я не уверен, что это 100 квартир, которые нужно, да и с жильцами данный квартир, я не договорился, что интересно, тут по-прежнему несет хлебом, да, есть она еще хлебопекарня, я бы, наверное, сюда перенесли, мне так кажется, я только не знаю, пишите, как говорится, в комментариях, идем мы дальше, и так, значит, перед нами стояла задача, как, ну, понятно, что с понедельника по пятницу, Светлана Анатольевна и Михаил Владимирович работали, Михаил Владимирович работал на стройке, Светлана Анатольевна в школьном межпотеместв, не удивляйтесь, почему так далеко, просто в советское время была такая штуковина, называется распределение мест, ну, суть в том, что ты закончил пединститут, и ты не обязательно пединститут, любой институт, и ты потом был вынужден, в общем, куда тебя определили, там и трудиться, да, ну, а потом, по-моему, все-таки закон позволял тебе сменить место работы, но Светлана Анатольевна не захотела, сейчас, я вам покажу, чтобы вы понимали, вот там вдалеке, дальше идешь, 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 слева у Светланы Анатольевны была подружка, но, к сожалению, она умерла, умерла, от рака это тоже было довольно-таки давно, но, сейчас я вам что, что планирую показать дальше, дальше, я вам покажу, что было до Макдональдса, если так можно выразиться, и, да, 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 где я делал, где я учился кататься, на велосипеде, кстати говоря, у меня был велосипед, конек, горбунок, о, да, я помню, как я тут педали наворачивал, ну, и сами все должны увидеть, хотя это не лазь, что все объекты сохранились, конечно же, время прошло очень много, но это вот выход с нашего двора на старое загору, да, сейчас я улицу перейду и продолжу рассказывать, вот что было до макзональдсов, вот раньше машины подъезжали к этому киоску и заказывали, в основном заказывали пиво, как-то неудивительно, ведь за рулем, но это объясняет тем, что люди уже фактически приехали домой, о, это было в 90-х годах, это действительно было до всяких там автомаков и прочих бигмаков, ух ты ж, так, надо быть аккуратным, вон, чувак, собачка идет, хе-хе-хе-хе, о, красотища, давайте-ка снимем, с днем рождения, любимая, хе-хе-хе, собаки тут не лайк, на меня, правильно, потому что я тут жил, вот так, ну, конечно же, те, кто бывал в этом районе не раз, прекрасно понимает, куда же я иду, так, 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 дальше или нет, да, дальше, а может и нет, я сейчас немножечко побегу, чтобы мы смогли продолжить рассказ, рассказ, и это все было в максимально информативной форме, чтобы по 3 минуты не перематывали, что называется, так, да, по-моему, по-моему, да, нам сюда, о, мусор давно не вывозили, давайте, очень давно, так, я надеюсь, что нам, да, да, отлично, отлично, да, вот, вот мы идем, к колизею, никакого, конечно же, перекрестка и прочего, вот этого, торгового центра не было, вот обратите внимание, да, вот этого строения тоже, тоже не было, сейчас оно появилось, и оно заграждает путь, вот так вот, если идти напрямую туда, в сторону проспекта Кирова, гражданам, граждане, должны обходить, ну, что сказать, блядство, и блядство руководителей Кировского района, по-другому не скажешь, было много подписей собрано против данной, вот этой вот, застройки и той, тем не менее, это успехом не увенчалось, все равно данные здания были, были построены, вот тут вот, колесей, который нам все пятерочки, все там, что-то там, авроры, гудки, и прочие торговые центры, раньше заменял, а сейчас не души, вот эти вот здания, мне очень нравятся, вот там почта, но мы туда не пойдем, там, Светлана Анатольевна получала корреспонденты, так, а как нам лучше-то спуститься, нам лучше, да? значит, значит, вот сам колесей, конечно, в 90-х был не только сейчас, сейчас он напоминает, ну, не за брошку, но что-то в этом роде, а раньше, а раньше колесей, о, там был и гигантский, просто, ну, не очереди, но много народу, и машины были, а сейчас понастроили эти Икеи, и нет никого, между прочим, там действительно было все, от продуктов питания до, я помню прекрасно, как мы покупали здесь батарейки для моей грузчатой машинки, она была с пультом управления, до было прекрасное время, не то, что сейчас нет, но почта, конечно, мне вспоминается, мы туда сейчас не пойдем, но почта вот там дальше, конечно, этот там еще были такие пожелтевшие конвертики еще советских времен с такой красной полосой, но это для писем юридических лиц, сейчас такого нет, сейчас все пишут через интернет в основном вот прекрасно я помню как да, на вот местах этой самой хрени стояла стоял, 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 летом стоял киоско мороженого, а вон там где мы были, где мы были, о, я учился, сделал свои первые стопы гонял на велике, много раз падал и забросил это дело и между прочим сейчас не умею кататься на велосипеде, если вот миновать данное здание, выйти непосредственно на саму улицу Димитрова, то раньше сейчас там автомойка, но раньше раньше была просто ну легендарная пивнушка, просто легендарная мой отец меня туда часто водил, я был маленький и он ставил меня на барную стойку, а сам ждал, когда же ему нальют, и неспроста я говорю, вот около этого храма, так и вновь, и вновь мы ускоряемся, а иначе только это все надо делать с умом, то есть не надо тупо бежать, да, храм строился при нас, когда еще жили, но я вот недавно узнал, не просто храм, не просто место, где люди, так сказать, молятся, разговаривают с Богом, а что там оказывается воскресная школа, ну для тех очевидно, кто хочет стать попами, как бы пошлое это не прозвучало из моих уст, да, вон она, вон там он, вот видите, такое вот здание с окошечком, нет, нет, подожди, здание с окошечком, видите, тенья, да, а вот справа, вот это была легендарная пивнушка, ну просто была легендарная пивнушка, вся, вся круга собиралась именно там, за пивом, за пивом и за пивом, а вот когда храм этот построили, настоятели данного заведения, сказали нет, не богу угодно пьянствовать, дорогие товарищи, как бы тоже это сюрреалистично не прозвучало, и пивнушку в итоге переделали, переделали в автомойку, а дальше, 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 железнодорожные, ой, то есть железнодорожные, прошу прощения, трамвайные пути, туда дальше, там живут родственники, дядя, дядя Вася, с тетей Лидой, ой, то есть не дядя Вася, как же его, я что-то дядя Ваня, с тетей Лидой, и вот эта Лида как раз учится в той гимназии, в которой мы так и не пошли, я лишь не учится, а в смысле работать за учим, в той гимназии, в которой мы так и не пошли, из-за экономии заряда батарей и экономии вашего времени, так как мне выбраться что же еще интересного рассказать, а если дальше идти, ну, то есть не дальше идти, а дальше ехать, вверх по Диметрову, наткнешься на Московское шоссе, неизбежно, а вот перед Московское шоссе такой автовокзал под открытым небом, оттуда уходят 181 маршрут дачный, 141, и вот раньше, сейчас, я не знаю, сейчас убрали, раньше были вот такие вот синие вот такие вот колонны, колонны, где написано маршрут там, ну, то есть, вот, представьте себе, вот улица идет, да, вот, к примеру, это, и вот, на тутуале написано 141, написано в смысле, как же вам объяснить-то, написано не АБУ какая-нибудь, то есть не остановка вот была, а вот прям такой гигантская планка была, фиолетового цвета, и написано красными буквами 141, ты должен около этой планки стоять и ожидать автобуса, и вот мы пришли к местной достопримечательности это слава, слава родине, слава нашему Путину, это вот слава Путина, но, ну, вы же понимаете, что имеется ввиду под словом родина, правильно, ее руководство, а что же еще, думаете, то место, где вы родились, ну да, да, но эти в целом по стране, и вот тут вот мы с матерью фотографировались, вон на, той буквой О, а у матери юбка была в горошек, о, вы наверняка видели, вы наверняка видели это, видео фотографии учительницы, идем далее, далее, надо, думаю, перейти, 17 секунд, 16 секунд, 12, 10, 5, 4, 3, 2, 1, ну, давай, загорайся, отлично, пошел вперед, не спешим, не спешим, не спешим, и нам, налево, чтобы спуститься еще к одной тестопримечательности, на, пока что, я снимаю прибытие автобуса на остановку, так, что-то я тут не понимаю, а как же, ага, вон все, по красной женщине буду, женщине в красном ориентироваться, когда она пойдет, я пойду, что тут нихрена нет, семафора, так, все, пошел, мы сейчас, сейчас сделаем крюк, крюк, неспроста, дело в том, что тут жила раньше моя тетя, тетя Нина Сандального, и жила так недалеко, вот, давайте еще раз, посмотрите, вот, какие же классные дома, синим цветом, это символизирует, как вы все понимаете, ну, Волгу, ведь Самара, речной город, так, побежали, так, 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 бежим, бежим, у меня заряда 249, так, вот тут вот, сейчас там у нее, ну, не вот тут вот, в смысле, а в смысле вот в этом подъезде, сейчас там у нее гостили, какой же был этаж, по-моему, шестой, шестой, седьмой, раз, три, четыре, пять, шесть, да, наверное, вот этот вот, а может и нет, я точно не знаю, но я знаю точно, что это был этот именно подъезд, а вот когда, так сказать, родителям было не нужно, чтобы я у нее в гостях послушал, я играл вон на той площадке, вместе с ее внуком, Артемом Сандальновым, которого уже нет на этом свете, к сожалению, с 2005 года, а вот это здание, для меня, честно говоря, осталось загадкой, что это такое, пишите в комментариях, какая-то радиовышка, что-то было интересно, я честно не знаю, не знаю, знаю тут, что такое массив, обращайте внимание, это не просто гаража, а такой вот, ну просто гигантский погреб, может быть, это какой-то секретный объект, в Советском Союзе был, для радиосвязи, не знаю, о, как грабы, грабовичок, детей, а вон каша греется, давайте я возьму каша, мяу, мяу, ну пусть греется кошак, что, что тут интересно, раньше, в детстве, ну, озеро и сейчас есть там, но раньше, в детстве, мы с Артемом, устраивали, у него еще племянница была, Юлия, она была, по годам, меньше, чем мы, и, это, блять, что-то я тут не рассчитал, и, короче говоря, это, блять, в лужу, ебанулся, блять, ничего, ничего, я сейчас напишу, руководство Кировского района, этим пидорам, нихрена, я думал, тут лужат совсем чуть-чуть, а тут оказалось, нет, я даже забыл, что такие бывают, ну и так вот, устраивали гонки на колясках, Юлия была в коляске, кто-то был еще в коляске, и мы, короче, эту коляску толкали, вот оттуда, вот, до самого, оттуда, я, к своему, можете верить, можете нет, но, всегда побеждал, небольшая реклама на подъезде, так, морозов, работает, морозов, работай, слышь, морозов, давай работай, да, вот, слава родине, в таких вот масштабах, в таком ракурсе, да, идем, идем на это же, это самое, озеро, тем неинтересно, сохранилось оно, или нет, кстати говоря, вот на, около орбите, я помню, на остановке, Димитрова, была, был кафе, кафе мороженое, Баскин Робинс, я каждый, раз, уговаривал, свою мать, туда меня сводить, на мать, учительница, говорила, нет, ты себя, плохо ведешь, а с тех пор, Баскин Робинс, переехал, поближе, в центре, ну, собственно говоря, в центре, около, католического храма, ну, еще, небольшой филе, его есть, в паркхаусе, да, вот мы тут, устраивали гонки, ох, а вот, кстати говоря, вот где почта, ну, косвенно я ее, скажем так, показывал вам, там еще, вот если чуть-чуть на возвышенности гимназии располагался, а чуть ниже, сейчас это располагается, ПТУ, ПТУ, да, то есть, если ты хочешь хорошо учиться, то ты будешь учиться, так сказать, на горе, а если плохо будешь учиться, то будешь учиться под горой, такая вот философия, вот здесь летом рыбачат, а зимой спускаются на горки, как бы нам не ебанутся, вот сами видите, озеро, оно сохранилось, в отличие от озера, около экономической академии, ну, с ГЭО, официально, там такого озера, озера, и уже, нет, также нет озера уже, у пединститута, к сожалению, власть наша продолжает ебать, наших же граждан, хотя, с другой стороны, мне всегда говорили, что тут лучше ничего не ловить, ну, так сказать, экология вредная, выбросы, то да все, но как же тут было красить, ну, сейчас, сейчас красиво, причем, дети тут все-таки, вот, прогуливаются, надо, понятно, озеро, ребенок катается с горки, я тут помню, как все, утки здесь были, да, 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 ребят, какой канал, Денис Кривошеевый, пришлось стать видеоблогером, такова тенденция современного мира, так вот, вот тут вот, вот тут вот была такая своеобразная, как бы сказать, на нее садишься, и качаешь там друга или подругу, спешка качалка, а, вот те, те барабаны, которые я вспоминал, вот тут сцена была, ну, я так понимаю, что в Советском Союзе, здесь, да, был такой, своеобразный театр под открытым нервом, собиралась ребятняться все округи, им, показывали какое-то представление, что-то в этом роде, что даже когда я тут жил, представлений уже никаких не было, вот эти вот, вот эти вот знаменитые барабаны, они еще были в школе, часов Tag 2 и 30, видео у меня, и amazingly,